Моя страница У вас же тут недалеко Эстония, я вообще через ваш город ездил много раз, честно говоря, ну мимо все время В Эстонию, из Эстонии, в Прибалтику Но вот первый раз приехал, и я когда приехал в ваш город, первое, что я подумал, а как в зале люди появятся, если в городе никого нет? Переполненный зал доказал обратно Михаил Задорнову, в Кингисеппе живут люди, больше того, у них прекрасное чувство юмора, и смеются кингисеппцы не только над рассказами, а других Потом я подъехал вот к этому бункеру, разрисованному молодежью, и думаю, но знаете, признак хороший, вот чем меньше пафоса, тем интеллигентнее образованные люди Два с половиной часа задорного настроения, непрекращающегося смеха и тонко подмеченных деталей из жизни всего российского народа Каждое выступление известного юмориста, это как праздник души, правда, с сожалением, говорит Михаил Николаевич Многое, что показывают на телевидении, это всего лишь вырезки, полные версии можно увидеть только в интернете А сегодня говорят о демократии, о свободе слова, но сами продюсеры стали цензорами Им дали наворовать денег, они теперь за деньги за свои боятся, им кажется, что администрация Путина и Путин лично наблюдают за ними И они мне указывают, что говорит, что нет, вообще, честно говоря, меня это не то, что бесит, а очень удручает Кто они такие, чтобы мне указывать? Вот это вот шняга, вот это продюсерский планктон, эти никчокки, которые ничего не умеют делать Михаил Задорнов по праву считает себя состоявшимся писателем, хотя первоначально о профессиональной литературной деятельности даже не задумывался Планировал быть инженером Нет, ну я бы был средним инженером весьма, то есть был бы положительным, неплохим, но средним инженером У меня кое-что удавалось в инженерии, но это не было на уровне какого-то самозабвенного творчества Хотя всем, чем я в жизни занимался, я всегда старался делать творчески Вот сейчас, когда я писатель, я хороший инженер, но если бы я был в лаборатории работал, я бы был, может быть, хорошим писателем, но не инженером Потому что там были инженеры получше меня гораздо Общаться с Михаилом Задорновым приятно, он разносторонний человек, увлекающийся и увлекающий за собой Около получаса интервью невозможно вместить в короткий новостейный сюжет А хочется предоставить зрителям возможность услышать все его ответы, потому в интернете мы разместим полную версию беседы Ой, ну вы хохочете А вот мне интересно, телевидение ваше, что будет показывать из этого, из всего? Они что, хотят последний день работать в эфире? Выступление Михаила Задорнова без купюры, цензуры мы также разместим в интернете Кто не смог попасть на концерт, приятно проведет время за компьютером Поверьте, веселое настроение будет обеспечено В канун же новогодних праздников писатель решил поздравить кингисепцев по-своему, по-особенному Без тонкой сатиры и здесь не обошлось Мусор приберите в городе в следующем году И будете лучше жить Я же не желаю счастья Потому что это чушь, это люди, чтобы отвязаться Я счастья вам желаю Это такая Киркоровщина-Басковщина такая Я вас люблю На свете есть радость, есть абсолютная радость А счастье, это неправильное понятие Это опять из кривды Поэтому я глупости вам желать не буду Или здоровья долгих лет, потом это ничего не сбывается И что, я виноват буду, что я пожелал, а не сбылось Вот я не хочу жить в толпе дурачья Поэтому я конкретно вам желаю Я въехал в город Получил массаж всего организма Потому что яма на яме Приберите, уберите город Нельзя построить будущего без того, что... Ну, нельзя строить будущее на мусорной свалке Светлое будущее на мусорной свалке не строится Вот так я и знал, что у вас хорошо будет Светлана Круг, Андрей Козлов, Валентин Соколов Кингисепское телевидение, ЯМ-ТВ